Но никакие метеоусловия или погодные катаклизмы не могут испортить праздник настоящему мужчине, особенно в День Защитника Отечества. Именно его сегодня отмечают представители сильной половины человечества по всей стране. О том, как совершенно по-разному красноярцы празднуют 23 февраля, расскажем в следующем сюжете. Под марш прощания славянки в парадной форме 23 февраля именно в этом году уже современное поколение Защитников Отечества запомнит надолго. На мемориале Победы возобновили традицию первого караула. Ежедневно у Вечного Огня будут дежурить воспитанники военных училищ города. У Алексея Калмакова сегодня ответственная миссия. Именно он, как преподаватель и отец, воспитывает молодое поколение и уверен, что День Защитника Отечества важно отмечать именно так. Утро началось с того, что мои сыновья поздравили меня с Днем Защитника Отечества, вручили подарки, поздравительные открытки, которые сделали сами. Ребятишек своих привел сюда с далеким прицелом, что через несколько лет, может быть, им повезет, и они будут так же нести вахту, как сегодняшние кадеты. Немного иначе 23 февраля решили отпраздновать любители отдыха на природе. На базах под Красноярском практически нет свободных мест, даже несмотря на то, что многие с утра работали, да и на улице прохладно. Все потому, что сложно придумать для мужчины лучшего подарка, чем мясо, приготовленное на огне. Я поздравил всех своих родственников, отца, брата, которые служили. Я сегодня работал и освободился ближе, так сказать, к обеду, и вот поехал. Ну, для меня это, в принципе, праздник с детства. День Защитника Отечества – серьезное дело. Совсем иначе встречают этот день женщины и девушки. Настоящих Защитников поздравляют с самого утра, но вот некоторые и сами готовы принимать подарки. Татьяна Прокопьева появилась на свет, как раз когда отец отмечал 23 февраля. Поздравляю своих близких людей, своего папу, своего брата, своего любимого человека. Но все равно же все поздравляют меня. Просто когда я родилась, у меня мама родила ребенка, и папа отмечал с друзьями. Папа собирался с друзьями, они сидели и отмечали это. И ему позвонили или как-то сообщили, что говорит, Серега, мы поздравляем, у тебя родился ребенок. Ближе к концу дня красноярских Защитников ждали еще одни истинно мужские развлечения. На набережной в районе Центрального парка организовали небольшую выставку техники и соревнования по мотокроссу среди молодежи. После этого большинство мужчин отправятся отдыхать домой, ведь уже завтра нужно выходить на работу и защищать Отечество. Захар Письменник, Виталий Суботин, Новости ТВК.